Раз, два, три, поехали! Извините, мы закрываемся. Завтра приходите, пожалуйста. Что ж, очень жаль. Это один из ключевых эпизодов фильма, сцена бездомного и баристы. Именно им в итоге предстоит рассказать зрителям, что только с помощью добрых дел в жизни можно преодолеть различные трудности, вроде бы и сказка, но такая реальная. Мне интересно, что у нас в Брауле ребята занялись творческим каким-то кином. Не просто там, раз, сняли все, а тут, конечно, подожди, принесите, потрясите, покажите там все. То есть со смыслом каким-то, а не просто сюжетом. Кофе здесь не просто атрибут, скорее ключевая деталь на протяжении всего фильма. Бориста готовит посетителям бодрячий напиток с различными вкусами. Горечью, злостью, страхом, унынием, одиночеством. Все меняется после той самой встречи с бродягой в канун Нового года. Теперь для тех, кто скуп, в напиток добавляется щедрость, для тех, кто опечален радость, один человек меняет себя и сознание сотен барнаульцев. Моя задача вообще этот мир сделать лучше. И все так просто. То есть, немножко при... То есть, людей в этом мире сделать добрее, лучше, и чтобы всем было отлично. Поэтому не надо отдаление делать. Просто сделайте плавное движение. В основе картины сказка Николая Кузнецова «Кофе со вкусом». Написать сценарий автора вдохновил эксперимент о влиянии эмоций на воду. Идею социального фильма о вечном, о добре и зле поддержали городские чиновники. Это будет их подарком для всех жителей. Здесь нету таких банальных там каких-то персонажей, там бабок, ежик и прочих. Здесь реальные люди, реальные жители нашего города, да, которые как-то живут, как-то двигаются. И в конечном итоге, казалось бы, один человек, обычный барист, обычный молодой парень, начинает меняться, начинает меняться сам, и вокруг него все начинает меняться. «Кофе со вкусом» – это еще и благотворительный проект. Все деньги от показа ленты и продажи фирменного кофе, обещают режиссеры, пойдут исключительно на благие дела, в помощь детям-сиротам. Помимо кинотеатров и глобальной сети, показ фильма запланирован в школах и детских домах. Правда, авторы подчеркивают, эта поучительная сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. Ты меня угостил, я тебя угощаю. Так ведь люди делают, верно? Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Или вообще это снять надо.